Итак, продолжаем наши уроки с манипуляциями, мануальными манипуляциями, воздействием на кроссно-связочный аппарат, делаем правку, снимаем функциональные блоки. В данном случае будем работать с шеей, когда пациент лежит у нас на спине. Значит, прежде всего, что нужно сделать? Всегда помните, что мы делаем тракции, это вытяжение. Для этого мы мягко берем его череп, я как будто бы его обрамляю пальцами самыми длинными и мягко держу за челюсть нижнюю, чтобы растянуть. Даже если поближе посмотрите, то видно, как шея тянется. У меня от людей бывает сантиметр на два, на три. Вытягиваться визуально. Потом проверяем, диагностируем, насколько у него повороты идут вот сюда. Чтобы не сам делал, а мы проверяем. Почти на 90 градусов, это норма. Точно так же. Почти на 90 градусов точно поворачивается. Да, даже 90 градусов. 80 градусов поворот туда и сюда – это норма. 90 градусов – это вообще хорошо. Никаких проблем нет. Если не доворачивается, значит, есть там проблемка. И вот она в такой позе снимается. Теперь повороты вот такие. Примерно. Вот он. Ты елку, что ли, занимаешься? Да. Даже ухом касается плеча. Норма, если на 45 градусов повернули, да? И нормальная голова повернута. Сам не надо. Вот. Облегчено. Видите, даже касается плеча. Потрясающе. Впервые, наверное, ну, редко-редко бывают эти клиенты с такой гибкостью и пластичностью. Дальше мы вот разминаем мышцы задние. Вот таким вот способом, да? Пальчиками. От самого грудного отдела, почти от лопаток, вот проходим все. Вот это вот разминаем. Сам ничего не делая. Отпусти, отпусти голову. Отпускай голову. Кладем череп его на наши, на наши руки. Немножко пальчиками, вот эти отросточки сосцевидные. Вот так на себя подтягиваем тоже. Давай такой релакс человеку. Покачиваем и уходим. Голова как бы упокоится в такой чашечке. Ну, приятно, да? Движение. Вот. Уже вот так вот немножко подтягиваясь, да? Вот такая вот тракция мягкая, с покачиванием. Она уже приводит практически весь позвоночник в норму, если мы так делали, минут 20-30, да? Но наша мануальная терапия должна подействовать быстро. Значит, растягиваем ему теперь мышцы шейные таким образом. Повернув голову, хватаемся за практически под противоположное ухо, за выступы черепа. А свое предплечье кладем на челюсть. Этой рукой давим в плечо, противоположное, ну, практически, вот, относительно оси тела человека, практически, вот, под небольшим углом получается 10 градусов вот от этой оси. Сразу перемещаем голову, руку на скулу его головы, под 45 градусов она сейчас будет, такой вот, развертывая. Тоже ценим. И хватаемся за череп, и под градусов примерно, как оси тела человека, 15 градусов, вот, он сюда и сюда, практически в тело его даем. Вот, вот, растягиваем эти мышцы, растянули, мягко, переложили голову в другую сторону. Делаю то же самое. О, уже был какой-то хруст, да? Это я его за шею взял, и уже она там чуть-чуть функциональный блок снялся. Далее за скулу, и за черепа. Вот, когда человек расслаблен, в принципе, оно вот так вот, живо, естественно, свободно все происходит, так что тут даже не надо бояться. Теперь прием такой. Подкладываем руки под шею с обеих сторон, да, вот примерно, от 3-4 позвонка грудного. Вот так вот, да, и делаем, вот, за счет упора, да, делаем вот такое движение, вот такое вот на себя, вытаскивая все позвонки, как бы голова проходит по валику, вот шея проходит по такому валику из ваших пальцев. При этом очень хорошо еще добавить вибрацию, потому что вы потихонечку, медленно-медленно вибрируете. Смотрите, как это выглядит, к сожалению, вам-то не будет видно из-под него. Вот, вот, подняли, два опустили, вот, вибрируем, 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 доходим до верхней части черепа, и еще вот так вот отдельно потрясли, если выросли голову, потрясли, дополнительно вырослабили. Добавляем тракции во все стороны, то есть поворачиваем голову примерно под 45 градусов в одну сторону и 45 градусов относительно тела человека. Мягко захватываем его за челюсть, чтобы не пережать ему там никакие лемвкоузлы. Некоторые делают вот так вот, ну, в мягкой части предплечья, да, чтобы, чтобы не это, ничего не передавить. И вот такими медленными движениями, растягиваем его в этом направлении, потом так же под 45 градусов сюда, 45 градусов назад, экстензия. Экстензия – это назад по ворот, в флексию вперед. Теперь вперед, вот, флексию делаем, тянем, вот так вот. Еще в такой позе можно облокотить на живот, тогда задние мышцы полностью расцена, можно так дополнительно их пройти, расслабить, расслабить, промять их как следует. И опускаем человека. И теперь сами приемы, какие они могут быть. Они могут быть, например, вот в эту сторону, поворот. То есть мы упираемся вот так вот, под углом, в его позвоночник, практически в грудной отдел, да. То есть, вот, ну, получается, Д3, Д4, Д5, вот примерно вот туда. А саму голову резко поворачиваем на руку. Немножко с подъемом вверх. То есть вот так он через руку промахивается. Расслабились. После каждого приема можно дополнительно делать, даже нужно дополнительно делать тракцию. Вспоминайте, мы сидя, в принципе, тоже так же поворачивали шкаю, да, в губок. Это вот тоже самое движение, только лежа. Теперь на саммите позвонки, которые вот верхние. Это атлант. Мы можем его косточки нащупать сбоку. Если он криво, они будут выпирать. Ну, вот ровно они идут. Второй позвонок, третий позвонок шейный, да, С23. Если они сдвинуты, то мы можем, повернув голову, Уложить ее на нашу вот эту вот перепонку. Именно тем позвонком, какой нам надо. Опять же, отворачиваем максимально. Подсорить 5 градусов вот так вот и максимально поворот, насколько человек возможно. У каждого голова верится по-своему. Ищем этот момент качания. Расслабься, пока он расслаблен. Доводим. И вот так вот. Вот. Поставили на место. Для здорового человека это нужно обязательно сделать симметрично. То есть, если, ну, здорово, я имею в виду, если у меня нету таких сильных перекосов, то делаем симметрично. Нормалек, да? Вот, нормально. Если, так скажем, человек такой грузный, да, или у него поднята, например, или опущенная лопатка, и у него не доворачивается голова вот до конца, то есть, прям, вплотную к столу, то можно его подвинуть. Идешь из стола, или попросив его самого. Вот так, чтобы уровень стола был, с уровнем лопаток, да? И тогда у нас, получается, уровень свободы еще ниже, да? Повернув сюда голову ниже, назад чуть-чуть, но, говорим, движение получится немножко легче. Но нам сейчас не надо это делать, повторнее будем делать, сдвигаясь обратно. Так. И вот такой вот волшебный прием с салфеткой. Когда мы практически вытягиваем весь позвоночек человека, складываем ее, открываем челюсть, мы устраняем межную челюсть, чтобы она не мешала, будем челнуть только за верхнюю челюсть и сам череп. Рука под черепом, да? Максимально проверяем, чтобы он был расслабленный. Тут желательно, чтобы ноги были привязаны, либо какой-то человек еще держал. Растянули, расслабили. Все, спускайся назад. Все, ну ты слишком легкий, наверное, хруста не было, да? Да вообще был. Было, а в каком отделе? Наверное, в верхней, в самой верхней позвонке. Вот туда были? Нет, я про шею. А, в шее, да? Да, в шее. То есть шею. Вот, иногда, когда человек расслабленный, его держит, да, то позвонки могут прокручить буквально на любом уровне вплоть до крестца. Так, ну на этом работу с головой и шеей мы закончим и пойдем отрабатывать все это друг на друге. До новых встреч, дорогие друзья!